Время новостей на Центральном телевидении в студии Ирина Варсан. Добрый день. Начнем выпуск с информации о состоянии дорог в стране. Коммунальные службы занимались расчисткой трассы в ночные часы. Снегопада минувшей ночью не было, однако местами наблюдался туман. В расчистке дорог было задействовано 77 снегоуборочных машин и 171 человек. К этому часу на дорогах страны рассыпано более 538 тонн противогололедного материала. Дорожное движение осуществляется с учетом зимних условий. Опасные участки дороги контролируются сотрудниками Национального инспектората патрулирования. Гололедица и туман принесли неприятности пассажирам самолетов. Из-за сложных погодных условий в Международном аэропорту Кишинева были отменены и задержаны несколько рейсов, сообщает Молдпресс. Из-за сильного тумана с опозданиями с Кишинева вылетел самолет в Стамбул. Также задерживаются рейсы из Стамбула и Минска, а рейсы из Бухареста и Женевы были отменены. Метеорологи сообщают, что туман над Молдовой сохранится и в ближайшие дни. Также, по прогнозам синоптиков, в стране потеплеет. Ночью термометры будут показывать до 3 градусов ниже нуля на севере и до плюс 7 днем на юге. При этом снегопады на всей территории Молдовы не прекратятся. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила о том, какие денежные пожертвования могут делать физические лица для политических партий. Согласно информации, опубликованный ЦИК, в течение бюджетного года физические лица могут жертвовать одной или нескольким политическим партиям не более трех средних экономических окладов, установленных на этот год. Пожертвования, превышающие лимит, могут осуществляться исключительно с помощью банковских операций. Напомним, средняя заработная оплата в этом году составляет 6 975 леев. Это означает, что за год физлицо может пожертвовать не более 20 925 леев. Сторонников политической партии Шор становится все больше. Только в конце прошлой недели более тысячи человек из нескольких районов страны вступили в ряды партии. Люди говорят, что присоединились к политформированию благодаря успехам ее лидера Илона Шора и результатам его команды как на национальном, так и на международном уровне. В стране нужны кардинальные изменения. Убеждены новые представители партии Шор. Они хотят, чтобы проекты, которые существенно изменили Аргеев, были реализованы и в их городах и селах. Пусть будет легче жить в стране, пусть нашим детям не придется уезжать в другие страны, пусть у них будет хорошая работа возле дома, я за увеличение пенсий и пособий. Илон Шор хорошо справился с этими задачами в Аргееве, и он сделает это по всей стране. Другие обещают, но ничего не делают. А Шор делает все, что возможно для людей в нашей стране. Каждый видит, что сделано, и видит, насколько мало сделано другими политиками. Нам надоела постоянная бедность, мы хотим жить нормально. На конференции территориальной организации новых представителей партии приветствовал их лидер Илон Шор и другие кандидаты от партии. Они отметили, что после парламентских выборов 24 февраля модернизация инфраструктуры продолжится уже по всей стране. Впервые за 27 лет политическая партия не обманула. Политическая партия сдержала свое слово перед людьми. Три с половиной года назад я взял на себя обязательство перед аргеевцами сделать те изменения, которые мы сделали. И сегодня мне не стыдно выйти в город, смотреть людям в глаза, потому что я сделал все, что им обещал. Партия Шор начала активную политическую деятельность в 2016 году, одержав убедительную победу на местных выборах в Аргееве. В настоящее время в партийных списках около 60 тысяч человек из всех уголков Молдовы. На данный момент официальный старт избирательной кампании дали пять политформирований. Это партия социалистов, ДПМ, избирательный блок АКУМ, национально-либеральная партия и народное движение «Антимафия». Теперь троллейбус номер восемь в Кишиневе будет курсировать по столице до часу ночи. Об этом сегодня на оперативном заседании служб при мэрии Кишинева заявил начальник управления транспорта. По словам Виталия Бутучел, для того, чтобы троллейбус вошел в график, потребуется несколько дней. Планируется, что ездить по городу, согласно новым правилам, восьмой троллейбус начнет с четверга 31 января. В Кишиневе число случаев ОРВИ выросло почти на 50%. На прошлой неделе с жалобами на острые респираторные инфекции в больницы обратились более 3,5 тысяч жителей. Об этом в премырии Кишинева сообщила руководитель управления здравоохранения Каролина Алару. Госпитализированы около 110 человек. Среди заболевших больше всего детей до 4 лет. Также за прошедшую неделю зарегистрировано 93 случая гриппа и 19 случаев туберкулеза. Специалисты напоминают, что самолечение опасно. При первых признаках ОРВИ и гриппа, высокой температуре, ознобе, боли в мышцах, следует немедленно обратиться к врачу. Почти 60 человек стали жертвами прорыва плотины в Бразилии. Об этом сообщают власти со ссылкой на экстренные службы. Увеличилось и число пропавших без вести. Их свыше 300. Чуть менее двух десятков погибших опознаны. Около 200 человек удалось спасти. Таков предварительный итог бедствия на востоке Бразилии. Спасатели обнаружили погребенный под многочисленными слоями глины автобус. Компания, которой принадлежала транспортное средство, опубликовала список пассажиров. Прорыв дамбы произошел в пятницу. Потоки грязи хлынули на административные здания и жилые дома. При этом системы аварийного предупреждения не сработали. Дамба построена 43 года назад. Она должна была удерживать 12 миллионов кубометров воды. Таких сооружений в этом штате несколько. Это не первый прорыв дамбы в Бразилии. Предыдущий был в 2015 году, когда потоками грязи был полностью затоплен ближайший населенный пункт. Жилой дом взорвался в Гааге. В результате разрушения пострадали люди. Четверых доставались под обломках. До сих пор остается неизвестным, сколько людей находилось в домах и какое количество сейчас под завалами. По последним данным пострадали как минимум 9 человек. Семерых госпитализировали. Под обломками еще могут находиться люди. Точное число пока неизвестно. На месте ЧП продолжаются поиски. Спасательная операция осложнилась тем, что примыкающие здания были сильно повреждены и могли частично обрушиться в любой момент. Все жители ближайших домов эвакуированы в местный общественный центр. Взрыв прогремел вечером 27 января. В результате обрушился фасад трехэтажного здания. Трагедия произошла в Гааге, городе Новобережье Северного моря в западной части Нидерландов. Как получить финансовую помощь от государства? В этом году инструктаж прошли более 1600 сельхозпроизводителей. Напомним, бюджет Национального фонда развития сельского хозяйства и сельских регионов на этот год – 900 миллионов леев. Каждый сельхозпроизводитель в течение года может получить сумму, не превышающую трех миллионов леев. Субсидии выделяются по 17 направлениям бизнеса, среди которых – развитие сельской местности и туризма. Первый юбилей отмечает единственный в Молдове колхоз. Он был создан всего месяц назад, но за это время площадь его земель удвоилась. Люди вступают в коллективное хозяйство. Вклад одних – пашня, другие приходят с садами и техникой, а кто-то вообще без имущества. В отличие от своих предшественников советских колхозов, члены коллективного хозяйства будут получать на руки деньги в соответствии со своим долевым участием. Как живет первый в Молдове колхоз, выяснял Степан Бугаев. Денис – председатель первого молдавского колхоза. У него 60 гектаров земли, сад – своя техника. Денис долго работал на себя, но решил объединиться с другими производителями. Объясняет. Коммерческая выгода в том, чтобы убрать посредников. Сельчане вынуждены сдавать урожай перекупщикам за бесценок. А колхоз еще до начала сезона получает заказ на продукцию от социальных магазинов. Это значит, что будет продано все и по приемлемой цене. К примеру, тот же Денис в прошлом году планировал получить с этих слив по 5 леев за килограмм. Но пришлось продать за 90 банов. Гарантированная продажа стала бы спасением, так считают многие. Намерения вступить в кооператив я уже не знаю, нет уже. Я потерял счет. Все хотят, все пойдут в кооператив, потому что самая большая проблема – это реализация товара. Потому что если даже что-то я продам по 5 леев, посредник еще свои 5, а на рынке она стоит 10. Почему мне бы самому не продавать за 10? Вот этот контракт, который сейчас у нас с РЛМ в начале, это подразумевает это. Под заявку социальных магазинов это поле колхоз отвел под чеснок. Рядом на 3 гектарах вырастет нут. На 10 гектарах будет фасоль, на 20 – горох. Полевые работы еще впереди. Первая серьезная задача – подрезка. Никаких трудодней в современном колхозе нет. Оплата зависит только от вклада каждого. Например, Валерий принес в колхоз документы на 2 гектара земли. Говорит, мог бы и дальше обрабатывать сам свой участок. Но когда каждый сельчанин в поле агроном, высокого урожая не будет. Нужно привлечь специалистов. В колхозе, конечно, получится. Хороший председатель у нас. Обещают 5-6-7 тысяч. Будет постоянная работа. И стаж работы, думаю, что будет. И не будем искать работу нигде. У него будет постоянная. А это у нас самое главное. Сосед Валерия Ион в колхоз не вступил. Его просто наняли для сезонных работ. Пока Ион присматривается к новому делу. Думаем, как будет. Если будет устраивать, то обязательно. Но пока все хорошо. Иону не с чем будет вступать в колхоз. Нет ни земли, ни техники. Но двери и для него открыты. Решено, что такие колхозники просто получат меньше дивидендов в конце года. Когда будет полный расчет со стороны заказчика – социальных магазинов. Сто магазинов – это уже кое-что. Это очень большой плюс. Потом они дают нам деньги в аванс за товар. Из которых мы уже закупили вот эту технику, которая есть. Семена на следующий год. Готовим вот земли. Техники достаточно, даже предостаточно. Потому что будет в середине февраля еще 4 единицы. 4 трактора. У меня есть 4. Среди планов – переработка продукции и заморозка. В том числе вот этой ежевики. Нужны линии по производству джемов и компотов. Вопрос о долевом участии в закупке оборудования рассматривают партнеры колхоза – социальные магазины. Я думаю, что это очень хорошая идея, совместно получатся хорошие вещи. Мы планируем, что будут очень большие продажи. Когда будет переработка, будет холодильник, будет качественные продукты, я вам говорю, это не только социальные магазины, там можно выйти на любые сети в республике Молдова, даже можно даже за рубежом. Почему и нет? Опыт агрария, в который объединились в колхоз, подтверждает – без кооперации сельскому хозяйству не обойтись. Именно объединение позволяет решить основные проблемы – от финансирования работ до сбыта продукции на выгодных условиях. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Хорошего дня и добрых новостей. Увидимся в 21.00 на Центральном телевидении. Редактор субтитров А.Семкин